Привет, друзья! Рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И что-то мы давно никуда не ходили. Предлагаю сегодня сделать небольшую, небольшую прогулочку, где-то так миль на 300. И мы выходим сейчас с острова Сан-Мартен и идем в Доминиканскую республику. И первая точка в Доминиканской республике, пункта Кана. Погнали! Ну что ж, сегодня у нас погодка уже немножечко поддувает. По прогнозу погоды ближе к вечеру ветер будет стихать. И, возможно, завтра мы будем моторить. Но сегодня мы еще походим на парусах. Вы видите, платформа у нас поднята, так как все-таки мы будем идти минимум два дня. Мотор я повесил сзади на транец. Вот он у нас висит. Тузик у нас стоит спереди. Все системы на лодке я проверил, только что прошел. Самолеты взлетают, гудят. В общем, все у нас готово к выходу. Значит, что я хотел сказать. Меня спросили показать вам график разведения мостов на острове Сен-Мартен. Снизу под видео я вам выложу время, когда и что происходит, когда на выход, когда на вход. Вы сможете посмотреть эту информацию. А также описание процедуры, что кому говорить и что делать. Я продублирую текст. Мы выходим отсюда в 15.30 проходим Коузвей. Это первый мост, который находится... Вот он. И через полчаса выходим вот аж вот там вот. По-моему, это Симсон-Бэй. В общем, мы выходим и сразу ложимся на курс на Санта-Доминго. Мы зашли на заправку в магазин и сделали чекаут. Напоминаю, что здесь, на французских островах, чекаут делается самостоятельно на компьютере. Вы просто приходите, садитесь, забиваете все данные. Распечатываете такую бумажку. Ставят печать вот Иль Марин. Это магазин, который, собственно, продает всякие запчасти яхтенные. И у них стоит компьютер для чекина. То есть мы сделали, просто забили, нам поставили печать магазина. Данные ушли в Custom Immigration. И вот в таком виде мы готовы к выходу. То есть у нас есть 24 часа на то, чтобы покинуть территориальные воды French от Romer Territory. Ну что, запускаем приборчики. Диночка, у нас холостые включены. Да, мы сейчас будем поматываться и потихонечку двигаться в сторону моста. У нас осталось 5 минут до прохода моста. Вот я не знаю, вроде как бы процедура понятная. Вроде все просто. Но вот почему-то вот я нервничаю и все. Вот такие вот, когда проходишь под мостами, нужно где-то стоять, долго ждать. Другой мост открывается. Такие вот технологические, сложные технологические решения. Вот как-то все равно я неспокойно. Я не могу сказать почему. Как-то вот оно... Что-то я очкую. Что-то я очкую, да. Ну не то, чтобы это там чего-то конкретно очкую. Нет, конечно. Вот еще чуть-чуть. Четыре минуты до открытия. Вот сейчас на мосту загорелся красный свет. Да, да. Но машины продолжают ехать. Ну и там на другой стороне стоят две лодочки. Две лодки. Вот поехал разворачиваться мост. Сереж, смотри, чтобы мостом не получить. Ну да, я сейчас... Сбрасывай, сбрасывай, реально. Там проходят лодки навстречу. Три. Тут мы и идем на выход. Сбрасывай, сбрасывай, сбрасывай. Чтобы подмост не заплывали, эта территория огорожена. И чтобы не откладывать в долгий ящик. Смотри, он уже разворачивается. Да, он уже последний прошел, и все. Лодка, я не знаю, видно или нет. Очень красивая. С красным черепом на носу. Здесь же сейчас еще проходит регата. Хайникен регата. Вон, справа стоит. Смотри, огонь блестит. Этот красивый. Вообще, не оторвать. Команда вся в черном любит. Класс просто. У него череп красный, видишь, на носу? Да, да, на носу. С двух сторон. Хайникен регата сейчас. Полон. Такой тоже нарядный. Просто слишком большое расстояние. Полчаса между этим мостом и этим. Тут идти обычно 5 минут. Сделали бы 15, а то стоим уже на 20 минут. Чтоб все собрались кучно в очередь. Именно. Чтоб машины ухили. Смотрю, у тебя спереди лодка вот эта с четырьмя моторами. Поворачивай, смотри, очень близко, пиздец. Мамочки. А? Ладно. У меня вот эта каша вообще страшно пугает. Это вообще бред. Давай, мы вот с этим Пуравида, получается. Давай, говорит, быстрее, Сереж. Поворачивай. Ну, выравнивай. Да, да, да. Все, назад, назад, назад. Перевернул. Перевернул. Пустя. Поехали. Поехали. Пойхали. Поехали, ребята. Поехали, zrobiу. С anderen. У okeCar. Поехали. Поехали. сереж нам быстрее надо короче мы прошли этот мост на нас наругались и все что мы медленно проходим вот его уже закрываются нами там две лодки все успели слава здесь все вам стоят что я уже поняла а тут вообще каша из каких-то пришла ребята и очень много лодок все не на якорях все ждут 5 оплоп по моему всех есть номера и они в активной рулежке тут очень густо кстати стоят ничего себе лодка офигенного цвета с градиентом не готов он просто серый металлик это он так отражает это серый металлик да да он просто зеркальный расходится seaboard контейнеровоз такой небольшой который возит между островами контейнеры ну что девочка уходим да вот уже остров вдалеке находится это как раз наш остров сам мартен байбай сан мартен хорошее место понравилось тоже жалко уходить было немного так вот вдалеке остров это сан-кроа это американские виржинские острова так вот мы идем спидовых грамм у нас 5 и 4 из-за того что смешивается вода вот у нас есть видите на 3 7 метров но это фантомные боли этого нету на самом деле несмотря на такое пасмурное утро ничто не помешает мне выпить чашечку кофе с видом на сан-кроа который мы сейчас проходим я вам уже показывал я думаю что распугодится потому что тучи такие вот вроде там дожди идут но мне кажется что плотность облаков не такая уж и большая чтобы она не рассосалась солнцем ты меня сюда позвала для чего чтобы я увидел дождь который идет и капает со всех сторон вмешаю что ты делаешь гадость какая вокруг мне не нравится что здесь вокруг происходит все но это понятно у нас сегодня был этот банный у меня душ а вот там вот вот увидите островок это еще один из гряды и святой то есть юнайтед стоит сверчинал майонт что дина говорила далеко нам еще ну нормально 200 миль уже хороший чуть-чуть больше суток за первые пару что было боковая качка сейчас он сзади заходит это даже не волна такое себе нас даже не качаются так вот пришел тот момент когда пора сделать завтрак завтрак я буду делать очень простой у нас есть котлеты которые сейчас размораживаются и есть просто шпинат который я пожарю с чесночком и соевым соусом очень простая процедура просто готовить в переходе вот сегодня особенно лень вот мы берем просто консервированный шпинат практически готов чеснок всего порежу еще меленько так маслица разогреваем сковородку чесночок может быть и она будет там больше порезать лимончиком и соевый соус естественно вот добавим сюда острый перец вот такого вот чайную ложечку наверное наверно это хватит чтобы не получился вообще ада в кошмар у нас есть какие-то зернышки не знаю что это нудина сказала добавлять типа орешков таким сезам ну что готова вкусняшка мы тут разошлись ты говоришь с парусником где он а вот он вот ровно посрединке один вот и где-то появился дина говорит еще второй там вот в общем где то есть парусник я его вижу на камере наверное будет тяжело и хотя это по-моему не парусник это по моему какой-то грузовик так посмотрим сейчас у нее просто рубка большая не вот он так большинство людей тропикал чувак это карга все правильно карга не парусник иногда масло тяжело контролировать когда наливаешь потому что лодка наклоняется и ты его просто наливаешь столько сколько налил и все это будет короче вареное в масле у нас наша котлета что я сделал вот взял два желтка отделил вот отдельно белки ну что теперь начинаем перчить солить делать всякое разное и теперь делаем так же второе и теперь делаем так же второе и получилось короче вот такой вот у нас будет сегодня завтра сейчас еще кетчуп и острый соус ну что приятного аппетита пожалуйста соль белочки острый соус все нормалек ну что пробуй все удобно получилось даже не знаю с какой стороны не очень остро не, нормально мне нравится ну супер все друзья приятного аппетита у нас уже распогодилось даже прямо над нами голубое небо хотя вот там вот идут дожди но ветер как видите с волнами идет вот туда поэтому это все находится аут за нами то откуда идет погода это вот вот оттуда поэтому есть шанс что сильно плохая погода нас не застанет хотя есть возможность вот увидите вот там вот острова вот за ним уже начинается Пуэрто-Рико и конечно вот такой большой остров как Пуэрто-Рико может погоду совершенно спокойно влиять на погоду вот в данном конкретном регионе поэтому может быть там тоже будет затянуто небольшой ветер ведь отлично ветерок сейчас поставим мейн ну прекрасно даже нигде не налажали задний идет так риф один сейчас с другой стороны проверить эти идут так тут все отлично Дина на курс легла ну чё прикольно ну что я думаю мы даже можем отключить мотор попробовать паруса стоят на давай у нас же все-таки парусная лот все давай пиши ну естественно это сюда сейчас еще чуть-чуть откинем траулер и вообще можно будет наслаждаться тишиной и скоростью не ну мы идем куда такой же скорости как мы шли ну отлично сейчас чуть будет быстрее подбей чуть ага так проверочка что у нас здесь так вот этот пин так тут все окей тут все окей ну да еще подмечить чуть что у нас со скоростью 5.6 ну прекрасно ну что ж вот спереди Пуэрто Рико что ты хочешь приготовить сейчас ой наш самый любимый из всех растворимых супов и сосуд у нас сегодня день полуфабрикатов погода такая мерзкая вот можно посмотреть вот эти все тучи такие они нас вот окружают мы идем вроде по суху и вроде все нормально над нами более менее светлое небо но все что творится по сторонам просто вот просто вокруг нас поливает сзади он тоже так вот вы видите как у Эрто Рико мы подходим до точки нам осталось 27 миль совсем немного я думаю что где-то часа через три у нас уже выключат ветер и мы будем идти вот так вот уже без ветра на моторе ну ничего не меняется мы все равно идем под мотором поэтому пофигу у нас мисо суп класс причем мисо суп реально хороший вкусный мисо суп ну что бон аппетит доброе утро у нас очередной новый день до Пунта Каны на Санто Доминго нам осталось идти около ста миль солнышко уже взошло есть тучи небольшие которые проходят а если посмотреть сбоку то это все мы идем по Эрто Рико и вот чуть-чуть впереди вот этот такой тоненькая сопля это уже конечная конечный мыс Пуэрто Рико и дальше мы уже идем напрямую в Санто Доминго мы идем в 6.2 6.1 нормальная скоростуха при условии того что вот у нас 169 угол ветра ну идем мы при таком углу ветра только под одним передним парусом еще миль 10 и будем поворачивать смотрите как прикольно на Пуэрто Рико дирижабль я не знаю что он там делает может метео может там какой-то там трафик яхтенный или корабельный не знаю но прикол в том что это именно конкретно дирижабль вот что такое оптический зум у нас как обычно говно погода вокруг и так поддувает достаточно сильно сейчас и вообще рваный ветер вот он выклеен вот так все серое дожди серое серое и ветер еще и крутит постоянно во все стороны ну вот видите все сейчас вот где мы находимся вот тут где окрестик да мы чуть-чуть вот вот здесь вот то есть сейчас тут ветер 18 а вообще тут по тридцаточку будет по пути чуть-чуть дальше вот сюда 28 29 короче еще нам наваляет меняется огромные волны идут и опа и ветерочек такой под 30 мы идем зарихованные все равно на камере да ничего не видно сейчас между шквалами небольшой перерывчик сейчас между шквалами небольшой перерывчик постоянно лупит дождь вон мы идем со скоростью в 9 короче погода говно здесь есть маленький островок попробуем на нем остановиться просто переждать а завтра уже там по прогнозу должно быть нормально до островочка 3 мили я надеюсь что у нас все получится вот он островок который дает нам защиту на сегодня вот за вот этим вот первым мысом уже начинается зона на которой волны пропадут так ну вот мы стоим подошли к берегу здесь место не очень для стоянки потому что здесь идет свел боковой у нас качает немного поперек уже не комфортно до берега ближе уже нельзя потому что мелко ну что доброе утро у нас 4 утра мы стартуем так что мы приехать вовремя так что у нас здесь здесь у нас все в порядке все в порядке ну что ж запускаемся и погнали так с ну что TechLight якорь вперед у нас восход очень красиво когда под солнцем мы идем под парусами на первом рифе на первом идет main и на втором идет джип но можно чуть под разрифовать вот мы выбрались выбрались из вот этой вот говеной погоды она сейчас пока не лучше но во всяком случае дождь уже перестал идти он это черная вот это все чернуха когда дождь черная куда идет здесь уже чуть-чуть получше есть просветы вот данный момент вот дождь идет но небольшой уже практически перешел сейчас нам осталось 10 миль до пункта каны и я сейчас буду сказываться с мариной они сказали как и чего 72 канал каптана марина, каптана марина, сейлинг-бот Мушу-Колин вы мне читаете? доброе утро, сейлинг-бот доброе утро доброе утро я отправил сообщение три дня назад я знаю, что мы идем в републике Доминского република мой импорт название Мушу Мушу-Майкл-Униформ-Сиерра-хотел-Униформ доброе утро доброе утро, капитан, мы ждем для вас и проверим, где вы идете? мы идем из Сан-Марте и я вам покажу 10 миль до того, чтобы мы приезжаем доброе утро доброе утро, капитан, когда вы увидите белое утро, продолжаем между белым и белым и я вернусь ближе к белым утро Роджер Зет, спасибо большое и мы требуем для иммиграции доброе утро доброе утро доброе утро доброе утро доброе утро в принципе мы договорились они сказали, как нам заходить и что делать нам осталось 10 миль в общем уже почти ближе уже подходим, чуть-чуть осталось вот такая вода красивая вот он желтый буй мы сейчас к нему подходим а потом налево идет промаркированный канал вот где-то здесь его наверное видно Катканамарина, Катканамарина Сэлэ и Буээсэл Мушу calling, дуритми over доброе утро доброе утро доброе утро мы подходим в белый буй и начинаем внутренний канал over Буээсэл, помните, продолжаем продолжаем между дороги и утром и утром и утром доброе утро спасибо, спасибо мы продолжаем over ну вот так вот это все происходит надеюсь там сильного ветра не будет на радость но там канал заходит внутрь и там нормально Марина я думаю в Марине там волн не будет я думаю в канале самое да, в канале будет весело глубина 2,4 метра а у нас около того очень стрёмный очень узкий коридор да, еще и волны такие огромные еще сказали держаться правее потому что левее камни могут быть так близко эти хуя так близко эти хуя да, заход действительно на узкий очень узкий очень узкий очень узкий они по-моему еще хуже становятся такие волны как будто они об дно разбиваются я думаю они и поднимаются но они заворачиваются как будто тут мега мелко красивенько тут приехали стоим вот так столбик на столбик идет носовой и потом вот здесь к пирсу ну в общем вот так сейчас переедет иммиграция и таможенно после того как я принял душик наконец-то ко мне пришло хоть какое-то такое фух, выдохнуло до этого был такой бежать бежать косить косить все что намокло за переход он висит днепром курточки все дела тапочки на самом деле это не те тапочки ковер который у нас залило ну в общем ждем таможню эмиграцию сейчас не должны прийти сказали уже минут через там 10-15 уже это время прошло поэтому наверное вот 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 мы вот вот вот